Чувак, я в школе жрал макароны с трупами мелких жуков, в двух из десяти случаев буквально, гречки и всяких других кашек тоже находил этих пацанов. Я такой говно в школьной столовой не жрал просто, ну типа, у нас просто была опция взять деньгами. То есть ты выбираешь, либо ты оставляешь за собой право есть в школьной столовой, завтрак, обед, ужин, либо ты забираешь деньгами просто. Это у нас называлась дотация на питание. Я выбирал дотацию, конечно. И я не знал ни одного пацана, по крайней мере у нас в классе, который выбирал не дотацию. Кто будет жрать этот кал? Повторюсь, если вот на случай ротации аудитории, напомню, если вы росли в РФ, ходили в РФ в школу и оставались когда-нибудь на дежурство в столовой, да, дежурили в столовой, то что называется, то вы знаете это. Но чай, который разливают пограненным стаканом, половником нахуй из кастрюли огромной, да, после того, как все школьники уже отобедали и ушли, дежурный весь чай сливает обратно в общий котел. И его кипятят по второму кругу. Я не шучу. И это не инициатива нашей поварихи лично была. Это во всех школах так. Это стандартная практика, устоявшаяся она еще со времен совка. То же самое, как бы там так называемый кофе с молоком, да, кофейный напиток, вот тоже, тоже кипятят по второму кругу. То есть как можно в этой дне питаться, я даже приблизительно понять не могу, это пиздец. Для меня даже в детстве это был пиздец. Я тогда в США не жил, но я уже понимал, что это хуйня. Что так нельзя.